Здравствуйте, вы смотрите Аналитику на канале Витражи о Вере в Красках. Хотелось бы ненадолго сегодня отойти от темы визита главы Фонары на украинскую землю и поговорить о том, что происходит на еще одном фланге религиозной ситуации в стране. Мы говорили не так давно, что римокатолики, как и униаты, какое-то время назад тоже перенесли кафедру из Житомира в Киев. Понятно, что самый настоящий крестовый поход на восток продолжается. И вот еще несколько новостей на эту же тему, которую я хотел бы с вами проанализировать. Первая новость из-за океана, где прошло 67-е богомолье в Слоутберге, штат Нью-Йорк. Это самое большое богомолье униата в Америке. Во главе его стоял известный в Украине Борис Гудзяк, скажу лишь аббревиатуру УКУ, а также еще несколько архиереев. Кроме собственно религиозных мероприятий прошло еще кое-что, а именно награждение человека, который 20 лет возглавлял организацию рыцаря Колумба и наградили его орденом Андрея Шептицкого. Карл Андерсон стал седьмым кавалером этого неоднозначного ордена. Как мы помним, униаты призывали людей идти по кривой дорожке Шептицкого, который открыто восхищался Гитлером, и немало делал для продвижения идей нацистской Германии. Не буду сегодня повторять то, что вы слышали не раз. И вот награда добралась и до самой большой католической общественной организации, которая имеет просто невероятное влияние, в чьих руках сосредоточены очень серьезные финансовые ресурсы. Кстати, названа она в честь того самого Христофора Колумба, который, по их мнению, принес христианство в новый свет, а они несут его дальше. Как вы понимаете, достаточно своеобразную интерпретацию христианства. Я не любитель рассказов о тайных сообществах, теориях заговора, но кому интересно, поищите информацию об этих самых рыцарях Колумба, немало, так сказать, интересного. И вот сочетание их идей с нацистскими мечтами Шептицкого получается очень гремучая смесь. А вот новость из Вильнюса. И нет, она не касается беженцев и событий в Беларуси, но напрямую касается Украины. В Вильнюсе состоялась епископская хиротония нового нунца в Украине, Висвалдоса Кулбокоса. Причем обряд проводил госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паралин. На мессе был Мячеслав Макшицкий, глава конференции епископата Украины и епископ-ординарий Харьковско-Запорожской диецезии Павел Гончарук. Что интересно, сам нунцей, комментируя свое назначение, говорит, что оно связано с тем, что он хорошо владеет ситуацией в Украине, потому как с 2012 по 2020 годы работал в отделе госсекретариата, который занимался отношениями как раз этой части мира. И религиозную ситуацию в Украине он называет очень, очень сложной. У украинских чиновников есть свой взгляд на такое назначение, свои ожидания. У неата известный борец с канонической церквью Андрей Юраш, который возглавляет департамент по делам религии и национальности Министерства культуры Украины, считает, что новый нунцей как раз и сможет наладить отношения между Ватиканом и Украиной и сделает все возможное, внимание, чтобы Папа Франциск реализовал такой, а это цитата, долгожданный для нашей страны апостольский визит. Как вам такое? Посмотрим, конечно, как будет проходить визит Папы во вполне католических Венгрии и Словакии. Понятно, что все это подготовка и примерка к движению на восток. Не зря же столь много в этом году уделяли внимание визиту Иоанна Павла II, который состоялся 20 лет назад. Интересно также обратить внимание на интервью Нунция, которое он дал накануне радио Ватикана. А это официальный источник информации Рима католической церкви. Что интересно, в русскоязычной версии сайта интервью нет, но в украинской версии есть. Судя по всему, послание было адресным. Нунция рассказал, что не успел до назначения встретиться с главой Ватикана, но, скорее всего, такая встреча состоится перед его отъездом в Украину. Но он и так знает, чего хочет Папа. А хочет он, по его словам, мира. Причем не любой ценой, а только справедливого мира, достижение которого католики могут внести свой вклад. Но вот как это увязывается с той же самой весьма воинственной риторикой у неатов, непонятно. Но громкие слова, они ж важны. Люди быстро верят, а потом забывают обещания. Мы же помним одного политика, который обещал закончить АТО в две недели, а потом благополучно забыл об обещании на 4 года. И только накануне новых выборов извинился, что, мол, не смог. И то, если б не хотел удержаться в кресле, кстати, не удержался, то и не извинялся бы, мол, не перед кем тут оправдываться. Также Нутси сказал, что он посылается прикладывать усилия ради мира, насколько это возможно, а также для единства церкви, как внутренней, так и для добрых отношений с другими христианскими церквами. Судя по всему, очень серьезный настрой на экуменизм. Все это вписывается в концепцию новой унии, которая активно продвигается, и есть время до 2025 года, чтобы сделать некоторые шаги. И явно не обойдется без движения внутри Украины. Стоит понимать, что нацелены будут католики внутри Украины не только на окормление тех, кто им симпатизирует, но и на празелитизм среди тех православных, кто не стоит крепко в вере. Возможно, кому-то прийти пещерный национализм униатов. А здесь будет такой вариант лайт, где внешне все будет выглядеть вроде бы пристойно, но на деле также уводить людей от православия. Стоит быть особенно внимательным и обращать свои взоры на такие новости, тщательно все анализировать, чтобы понимать, какие вызовы скоро будут стоять перед церковью. Не все ограничивается обсуждением того, что происходит на фонаре. Ватикан не выходил из игры, и не стоит недооценивать его возможности. Остерегайтесь сомнительных собраний непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в краска. Субтитры сделал DimaTorzok